МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов страны по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сколько автодорог должны обновить в Самаре по программе нацпроекта? Как осуществляется контроль за качеством работ со стороны общественности и специалистов? В нашей студии Александр Сафронов, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии, администрации городского округа Самара, руководитель управления развития, реконструкции и ремонта. Александр Александрович, добрый вечер. Рад вас видеть. Добрый вечер, я. И я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 202-11-22. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков, с удовольствием поговорим о наших самарских дорогах. Александр Александрович, если говорить о дорогах, наверное, значение их переоценить трудно. Вот эксперты говорят о том, что это скелет города. То есть вот насколько он качественный, соответственно, настолько и организм вот в целом эффективно работает. Согласны с этим? Я полностью согласен с таким утверждением. Действительно, дороги являются артериями города, по которым происходит движение общественного транспорта, личного транспорта, перевозка грузов. Да даже вот в тот же строительный сезон, когда ремонтируются дороги, по тем же дорогам везут строительные материалы для их ремонта. Поэтому я полностью согласен с этим утверждением. Вот смотрите, Самарская область сейчас входит в тройку лидеров среди регионов России по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Если в 2020 году было отремонтировано более 300 километров дорожного полотна, это если говорить про городской круг Самары, то в этом году приведено в порядок уже порядка 400 километров автомагистрали. А вот сколько дорог должны обновить в Самаре в итоге по программе нацпроекта? Ну, в итоге к 2024 году должно соответствовать автомобильные дороги, должны соответствовать всем ГОСТам и стандартам 83% от общей протяженности автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в городском округе Самара 709 километров. То есть вот 83% от этих 709 километров к 2024 году будут приведены в надлежащее состояние, соответствующее всем нормативам, ГОСТам. А вот на сегодняшний день сколько соответствует тогда? На сегодняшний день национальный проект подразумевал в 2021 году выйти на процент 63,4%. Вот по результатам дорожной кампании текущего года мы перевыполнили этот процент на 2,1%. То есть нормативных дорог в городе Самара сейчас 65,5% находятся в нормативном состоянии. Вот вы сказали о нормативном состоянии. А что это такое нормативное состояние? Давайте расскажем зрителям, чтобы они понимали, в чем разница. Ну, нормативное состояние автомобильной дороги, прежде всего, это отсутствие больших разрушений на проезжей части, отсутствие колейности на проезжей части. Все колодцы должны стоять в отметках, то есть не должно быть разрушенных, проваленных смотровых колодцев инженерных коммуникаций. Должна соответствовать сцеплению автомобильной дороги с автомобильным транспортом. То есть это вот самые такие моменты, относящиеся к наличию таких элементов, это уже не относится к нормативным, так скажем. Александр Александрович, мне подсказывают, что у нас есть звонок в студию. Давайте поговорим со зрителем, затем продолжим нашу беседу. Да, пожалуйста. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Фаина Александровна, Болгина, 136. Да, слушаем вас. Вот мы живем около 30... Меня раздражает, что вы сейчас говорите. Невозможно просто. Мы живем 30 лет, ни разу не сделали асфальт, хотя бы дыры залатали. Я все ноги сломала, дойти до магнита. О чем вы говорите? Где вы ремонтируете? Почему постоянно врете, врете по телевидению, а? Я прошу прощения, вас как зовут? Алло, вас как зовут? Скажите, пожалуйста. Я сказала, Фаина. Фаина. А вы скажите, пожалуйста, вы говорите о проезжей части асфальтовой дороги внутри вашего дома или это все-таки по улице Волгина? Уж внутри говорить даже нечего. Внутри ноги ломаем. Мы просто вот здесь ходим по асфальту, около домов. Мы не можем пройти 30 лет. Не можете даже посмотреть, как живут люди. Фаина, но все-таки, мне кажется, вы говорите о состоянии тротуара, по которому вы перемещаетесь из дома в магазин и обратно. Так? А не проезжей части. Совершенно верно, да? И проезжую часть. Начинают. Потом вообще все лето у нас, бог знает, что здесь было с ремонтом дорог. Мы не могли, мы обходили не знаю где. Наш район вообще заброшенный. Фаин, я знаете, что предлагаю? Вот, может быть, вы оставите тогда телефон сейчас и после программы мы с вами свяжемся? Ну, наш гость. Безусловно, безусловно. Оставьте телефон и, соответственно, после программы вот возьмем на контроль. Дискутировать, конечно, можно долго. Да, это можно долго, но на самом деле нужно вот очень хорошо, чтобы был этот звонок, ну, соответственно. Безусловно, безусловно. Это все принимается. Мы с ней, если она оставит контактный телефон, мы с ней свяжемся, более уточним, так скажем, и ее чаяния. Да, соответственно. И, конечно, обратим внимание. Александр Александрович, а вот, кстати, вот если говорить как раз об этом, как выбирались дороги для обновления вот по этой программе национального проекта? Ну, как я уже сказал, у нас 709 километров автомобильных дорог. Это порядка, наверное, 400, если по позициям считать, в порядковых номерах. Все эти дороги, которые ремонтировались в 2021 году, конечно, в первую очередь отдавался предпочтение тем жалобам наших граждан, жильцов нашего города, которые обращаются к нам в департамент с ремонтом той или иной дороги. Также, конечно, предписание ГИБДД. Вот мы тоже получаем от ГИБДД предписание о ремонте той или иной улицы. То есть весь этот перечень формируется не так, как вот мне хотелось бы это, допустим, сделать, а именно собираются все проблемные объекты. И уже после этого формируется перечень, который вот в данный момент мы в этом году отремонтировали. Вот опять же могу сказать следующее, что в Куйбышском районе у нас очень много было вот до этого года обращений по ремонту улицы Егорова. Это улица Егорова, она строилась, так скажем, и дома все вокруг этого аэродрома строились военными. И дорога тоже была построена с помощью применения бетонных плит. Ну, естественно, там не было ни каких-то... Короче, в этом году мы ее привели в надлежащее состояние. Все эти бетонные плиты были убраны, устроены нормальное дорожное полотно по всем нормативам. И, опять же, вот могу обратиться или, вернее, сказать о улице Пятой Просеке. Вот на Пятой Просеке сейчас одна школа уже действует, вторая вот сейчас к концу года тоже будет вводиться в строй, и туда дети будут ходить учиться. Мы вот в этом году тоже привели в состояние улицу Пятая Просека, которая проходит вдоль этой школы. Ну, то есть вот совместно с жителями, с главами районов, с ГИБДД, с прокуратурой, со всеми формируется этот список, и потом мы его воплощаем в жизнь, так скажем. Мне подсказывают, что у нас есть еще один звонок в студию. Давайте попробуем, поговорим со зрителем и затем продолжим. Да, пожалуйста. Алло. Алло. Да, добрый вечер, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Тихомирова Лариса Николаевна. Да. Тихомирова Лариса Николаевна. Да, слушаем, Лариса Николаевна. Хочу просто сказать, хочу сказать, так сказать, продолжение разговора женщины, которая до меня звонила. Я тоже живу в железнодорожном районе, и надо сказать, что это самый неухоженный район. Самый безобразный район. Живу по Морису Торезу 21. Дом находится внутри, между Морисом Торезу и Мяге. Внутри дворовые дороги это просто не сказки сказать, не пером описать, что мы только не предпринимали. Я лично сама три раза писала на сайт железнодорожного района и городской администрации. Но здесь важный момент. Внутри дворовые дороги, это ведь чья зона ответственности, давайте уточним, Александр Александрович? По-моему, это не управление. Это администрация железнодорожного района. Это администрация района и управляющая компания, вполне возможно. В первую очередь, это администрация железнодорожного района. Лариса Николаевна, я хочу сказать, что и администрация железнодорожного района также проводит ремонт и проездов, и улиц, и дворовых территорий. Просто получается, что одномоментно решить эту проблему, ну, никак не получается. Планы и у администрации, и у городской администрации, и у нашего департамента ремонтируем каждый год. Вот в этом году мы отремонтировали 66 километров. Это 64 участка автомобильных дорог. Может быть, это действительно недостаточно, но те средства, которые нам выделяются, вот мы их направляем все на ремонт городских дорог. Что касается вот внутридворовых территорий, да, наверное, нужно обратить внимание администрации железнодорожного района. Лариса Николаевна, вы оставьте телефон, я с вами свяжусь и по возможности окажу содействие. Александр Александрович, я предлагаю сделать сейчас паузу. Давайте посмотрим сюжет, и затем продолжим нашу беседу. Сюжет тоже касается вот ремонта, реконструкции, строительства дорог. Хорошо. Самару продолжат благоустраивать. На участке улицы Ленинградской от Максима Горького до Куйбышева запланировано выполнить работы по комплексному ремонту дороги. Уже произведено фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. Ведется разборка тротуаров. Специалисты выполнят ремонт подпорных стенок и заменят их гранитное покрытие в объеме 500 квадратных метров. Планируется выполнить комплексный ремонт навект от фасада до фасада. Так как улица Ленинградская – это историческая часть города, то к ней, естественно, пристальное внимание как жителей нашего города, так и гостей, которые являются прогулочной зоной. В текущем году планируется выполнить как работать по проезжей части, так и по элементу обустройства ее. Запланировано отремонтировать 4800 квадратных метров проезжей части. Для предотвращения образования колейности будет применено качественное износостойкое дорожное покрытие. Между дорогой и тротуаром появятся пешеходные ограждения из нержавеющей стали. Их также планируют установить вдоль лестничных маршей. На участке обновления заменят люки и дождеприемники. Также предусмотрена замена опор освещения на новые с применением элементов чугунного литья. На данной дороге будут производиться работы по устройству парковочных карманов из применения плитки ригельформата толщиной 8 сантиметров. По словам подрядчика, для маломобильных граждан предусмотрят отдельные пандусы, которые будут выполнены из тротуарной плитки. Такая технология уже была применена на улицах Масленникова и Луначарского. Алексей Александрович, вот хотел продолжить беседу такой темой, как мосты и путепроводы, но мне подсказывают, что есть еще один звонок в студию, потому что, ну, понятно, тема достаточно сложная и болезненная. Давайте поговорим со зрителем, узнаем, что он хочет, и затем продолжим беседу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Латарова Татьяна Геннадьевна. Так. Слушаем вас, Татьяна Геннадьевна. Я хотела спросить, мы живем на улице, пересечения Самарская-Венская. Вот. И сейчас везде с повторкой моста Фрунбинского очень большой поток идет машин. Вот. И очень плохо положен асфальт. Меня это очень сильно убивает. Нету ни зебры нарисованной, ничего такого, чтобы можно было перейти в безопасную дорогу. И еще у меня есть один вопрос. Почему, когда кладут асфальт, не срезают другой уровень? У нас старые дома врастают. Как-то есть какая-то технология, объясните мне, пожалуйста. Просто асфальт кладут на асфальт. А вот как насчет срезать? Спасибо. Татьяна Геннадьевна, это вы имеете в виду на том пешеходном переходе, о котором вы ранее говорили? Или у вас есть какой-то другой пример? Потому что при ремонте уличной дорожной сети в городе Самара, перед укладкой верхнего слоя, всегда происходит фрезерование разрушенного слоя покрытия. Если это именно про пешеходный переход, то и смысл устройства этого асфальтового покрытия поверх существующего. Это добивается того, что пешеходный переход становится возвышенный над основной проезжей частью. Автомобили, которые движутся в том или ином направлении, вынуждены притормаживать, то есть дополнительно обезопасить пешеходов, которые движутся по этому перекрестку. Что касается, если он там разрушился, уже этот пешеходный переход, ну, мы завтра туда выйдем, посмотрим, и подрядчика обяжем, чтобы он его восстановил в рамках гарантии. Спасибо, Александр Александрович. Так вот, если возвращаться к подпрограмме мосты и путепроводы, вот что планируется в Самаре в рамках этой подпрограммы, соответственно, исходя из нацпроекта? Действительно, такая подпрограмма есть. У нас в Самаре находятся 17 мостов и путепроводов, которые строились, в общем-то, в советское время. И за столь длительный период времени уже происходит разрушение. На данный момент у нас в городе разработано два проекта на проведение капитального ремонта. Это путепровод 139, расположенный по улице Земица над железной дорогой, и по путепровод Ракитовский. Это по Ракитовскому шоссе, который расположен. Проекты у нас разработаны. Сумма там, по-моему, 661 миллион рублей необходима на проведение капитального ремонта. В течение этого года мы дважды направляли письма в Министерство транспорта о выделении средств на капитальный ремонт этих сооружений. Но, к сожалению, пока не достигнуто, так скажем, консенсуса, договоренности. Деньги на настоящий момент не выделены. Но в то же время с Министерством мы находимся в контакте, и они обещают, что все-таки этот вопрос снимется, с мертвой точки сдвинется. И на следующий год вполне возможно, что мы получим, может быть, не на два этих путепровода, хотя бы на один деньги для проведения капитального ремонта. А так, конечно, за мостами и путепроводами обслуживает их муниципальное предприятие, инженерная система. Они занимаются содержанием этих мостов и путепроводов. И в части вот содержания выполняют мелкие какие-то ремонтные работы для поддержания нормального состояния этого путепровода, этих путепроводов. Мне подсказывают, есть еще один звонок в студии. Давайте пообщаемся. Алло. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Меня зовут Мемина Анна Александровна. Я хотела задать вопрос. Да, слушаем вас, Анна Александровна. Вот дачная 43, последний дом по дачной, грубо говоря. Пересечение Тухачевского и дачной. Постоянно провалы. Там газозаправочную станцию поставили, да. Но кто эту дорогу будет ремонтировать у нас? И второй вопрос. Вот наступила зима. Как дороги будут вообще чиститься, когда половина дорог забита машинами? Зачем нужно было убирать гаражи, которые никому не мешали? Ну, это немножко вопрос вот по поводу гаражей, наверное, не совсем к нашему спикеру. Тем более, что, откровенно говоря, машины на дорогах оставляли и до того, как гаражи были, убирались. Ну, это старая история. А вот что касается улицы Дачной? Анна Александровна, что касается улицы Дачной, наши коллеги из департамента градостроительства в настоящий момент разрабатывают проект реконструкции улицы Дачной, который будет проходить от... Вот сейчас не помню, как улица... Блин. Чернореченская, наверное. Нет, нет, нет. Это как раз вот за Тухачевского следующая улица. Именно оттуда будет начало реконструкции и до Московского шоссе. Улица Дачная, которая будет... То есть это будет полная реконструкция? ...реконструированная, да. Что касается этих провалов, ну, в части содержания и наш департамент выполняет ремонтные работы по устранению этих провалов. Вот улица Тухачевского буквально в прошлом году у нас ремонтировалась в полном объеме. Пензенская, она вот сейчас у нее тоже колейность уже большая. Она не в этот год, так на следующий год тоже у нас должна уйти в ремонт. Поэтому проблем много, вопросов много. Но, тем не менее, мы стараемся как-то их все решать. Александр Александрович, вот, кстати, если говорить о проблемах, о решениях. Вы ведь очень давно, насколько я знаю, работаете в отрасли, у вас образование профильное. Вот если говорить о строительных материалах, которые применяются при реконструкции, строительстве, ремонте дорог. Вот изменение материалов, которые используются по программе нацпроектов. В 21-м году вступил в силу новый национальный стандарт, который предусматривает использование вот этих самых новых технологий. Что за технологии, как они используются, в чем отличие? Ну, отличие действительно есть, и оно значительное. До 21-го года применялись асфальты по старым СНИПам. С введением новых стандартов, значит, стали применяться другие асфальты. Например, такие, как ЩМА-20. Он у нас применялся до прошлого года. В этом году уже применяется ЩМА-16. Для понимания телезрителей скажу, что ЩМА-16 – это максимальный размер щебня, который должен присутствовать в этом составе асфальтобетона. Щебеночно-мастичный асфальтобетон, он изготавливается на полимерно-битумных вяжущих, которые предотвращают в дальнейшем сдвижку асфальтобетона. Каркас этого материала, этого асфальта становится прочнее, но в то же время пластичнее. То есть это действительно новый материал, и он уже показал себя с хорошей стороны. В том году мы делали вот ЩМА-20, щебень был немножко покрупнее, но тем не менее уже есть результаты, положительные результаты, что покрытие из таких материалов прослужит гораздо дольше. А вот этот вот ЩМА-16, будем надеяться, что тоже покажет себя с хорошей стороны и будет в дальнейшем применяться. А производство у нас вот есть в достаточном количестве, ну в ближайших окрестностях, скажем так, потому что ведь там же очень много деталей для того, чтобы это все производилось надлежащего качества. Да, очень много деталей, это должны быть лаборатории, это асфальтовые заводы, оснащены должны по последней слову техники. И такие заводы у нас есть, и слава богу, те подрядчики, которые вот выполняли ремонт дорог в этом году, оснащены таким оборудованием, такими заводами. То есть в данный момент вот те организации, которые у нас занимались ремонтом автомобильных дорог, имеют свои заводы, имеют свои лаборатории, и как бы большой проблемы изготовить такие материалы у них не возникает. А битумы вот эти откуда берут? Потому что это тоже вот одно, вот вы сами об этом начали говорить, это одна из старых проблем, что вот эти вяжущие вещества, вот эти битумы, они раньше были не очень хорошего качества, скажем так. В основном наш завод, выпускающий битум, в Сызрине привозят, ну, раньше вот в мою, так скажем, бытность, когда я работал тоже начальником участка по ремонту автомобильных дорог, мы с Татарстана даже возили битум для приготовления асфальтобетонных смесей. Ситуация с камнем, то есть вот с щебнем, да. Раньше тоже была одна из проблем, вот я помню, еще в очень старые времена считалось, что нужно использовать тот щебень, который как бы есть в окрестностях, а он у нас здесь не очень хороших прочностных качеств, и это влияет и очень существенно. Это действительно так, что в советское время мы использовали местные материалы, сокского карьера, щебень, у которого был предел прочности не более 600, а сейчас в асфальте применяется не менее тысячи, он, щебень весь этот привозной, гранитный щебень, и поэтому как бы структура щебня, структура асфальта получается... Принципиально другая. Конечно, конечно. Я предлагаю сделать паузу, давайте посмотрим еще один сюжет, затем продолжим нашу беседу. Беспрепятственный доступ к социальным, культурным и торговым объектам для маломобильных граждан важная составляющая, особенно во время ремонта городских проезжих частей и пешеходных зон. Совсем недавно по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт проспекта Масленниково. Во время обновления участка учли все пожелания людей с ограниченными возможностями. Сегодня мы осматриваем улицу Масленниково от Новосадовой до Мичурино. При выполнении работ также основополагающим фактом является наличие комфортной безопасной среды, в том числе и для мобильных групп граждан. Устраивались пандусы, также наносилась необходимая разметка на проезжей части и на пандусах на тротуарах. В приемке готового объекта участвуют не только специалисты, но и общественные наблюдатели. Появление в городе безопасных, хорошо оборудованных, приспособленных для маломобильных граждан пешеходных переходов – это очень важно. Это удобно для колясочников, для других категорий граждан, опорников, незрячих и тех, кто получил, допустим, только какую-то травму или устал немощным. Для детей это очень удобно. Общественники оценивают качество исполнения работы, высказывают предложения. В вопросах устройства комфортной среды связь со специалистами поддерживают постоянно. Сотрудничество, что называется, уже не первый год, и ваше мнение важно для нас и для всех маломобильных граждан, которые есть. Ну а в общем, вы взял, как оцениваете изменения? Конечно же, если сравнить с тем, что было в 2001-м, это две большие разницы. Кроме проспекта Масленникова завершили ремонт и другого важного маршрута – улицы Луначарского, от автобусного проезда до Новосадовой. На объекте обновили пешеходную зону и проезжую часть, установили новое освещение, организовали лотки для деревьев и установили пандусы для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В осмотре готового объекта также участвовали общественные наблюдатели. Могу сказать, что, конечно, круто изменилось все. Мне очень нравится, первое, что мне лично нравится – это освещение. Мы люди, которые немножко плохо видящие, нам, конечно, освещение – это самое главное. Естественно, покрытие – это очень комфортабельно, стало удобно ходить, стало намного приятнее, наверное, ходить по плитке. Оценить качество ремонта дороги по проспекту Кирова народным контролерам помогают специалисты муниципального учреждения дорожное хозяйство. Курвиметром измеряют длину от ремонтированных тротуаров и автодороги. Сантиметровой рулеткой их ширину. Рейкой – как ровно закатан асфальт. Эксперты отметили, если в ходе приемки ремонта Самарских улиц будут обнаружены недочеты, их отразят в предписаниях подрядным организациям, которые обязаны будут устранить все дефекты за свой счет. Александр Александрович, осталась одна минута. Планы на 2022 год. Давайте об этом кратко. Планы на 2022 год у нас уже все сверстаны. Даже хочу сказать о том, что нами проведены конкурсные процедуры, заключены два муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог в следующем году. 27 улиц у нас попало в ремонт следующего года. Плюс дороги, которые сопряжены с празднованием студвесны, которое будет проходить 30-е празднование студвесны в следующем году, в мае месяце. Тоже все дороги, в основном точках притяжения этих мероприятий будут отремонтированы. Это вот как было в сюжете улица Ленинградская, улица Волочий проспект. К сожалению, время программы подошло к концу. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Работайте, потому что вы делаете очень важное дело, и мы на вас очень надеемся. Напоминаю, в нашей студии был Александр Сафронов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии, администрации городского округа Самара. Руководитель управления развития, реконструкции и ремонта. Удачи на дорогах, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин